Здравствуйте! Сегодня особенно примечательный четверговый эфир. Он всегда у меня гостевой, но упоение разговора доставляет то, что в гостях у меня Игорь Козлов, тот самый, который всему абсолютно автомобильному сообществу известен как Козлов-чемпион, пишется в одно слово «Игорь, здравствуй!» Добрый вечер, Сережа! Добрый вечер, уважаемые друзья, радиослушатели! Игорь Козлов — это тот самый человек, который, с одной стороны, основоположник «Рэнглер-клуба», журналист, профессиональный гонщик, психолог. На горизонты автомобилизации он ворвался в самом начале 90-х за рулем джипа «Рэнглер» под великолепные вопли «Сирен» большой и элегантной тусовки очень красивых барышень, которые его поддерживали воплем «Козлов-чемпион». Ну, так, в общем, Козлов-чемпион и вошел в историю под этим брендом. А теперь, по заданию программы «Экипаж», Игорь Козлов поехал в Америку. И в задачу его входило привести сюда массу впечатлений. Если помните, многократно наша аудитория спрашивала, ну, люди же живут за компьютером круглосуточно, на волю-то хочется, но не получается. Поэтому они спрашивали, ну, как там на воле? Вот Игорь Козлов побывал на воле и пришел рассказать о том, во-первых, как туда проникнуть, во-вторых, как распорядиться этой самой волей. Как это все-таки выглядит страна свободы, да, которая так вот мы постоянно… Америка, свобода, Америка, свобода. Но об этом я тоже, конечно, расскажу, о впечатлениях, скажем так, человека, который, ну, наверное, по всему миру помотался, ну, разве что только в Австралии, пока еще не был. Вот, и впечатление… Следующее задание тебе. Хорошо. Сфизи-ка ты в Австралию. Хорошо. Хотя впечатлений, конечно, масса, и Сергей так меня красиво презентовал, спасибо огромное, да, я промотал в пленку назад о том, что Козлов-чемпион и Козлов-чемпион. Ну, извини, это бренд такой, был и остался, так и написано. Спасибо, спасибо, поэтому чемпион состоялся в качестве, как бы, чемпиона за… ну, в общем, ладно. Сначала. Сначала, да. Значит, как попасть в Америку? Ты же туда не Титаником плыл? Итак, Титаником, да, рассматривался такой вариант Титаником, но поскольку это долго и чемпиону Козлову по времени это не получается, поэтому, безусловно, современная… Авиакомпания как была. Авиакомпания рассматривалась… Там, естественно, много, логистику надо составлять, сразу совет, чем раньше вы составляете логистику, чем вы раньше планируете свое путешествие в Америку, тем вам будет проще и дешевле купить билет. То есть, если вы ломанетесь прямо после эфира, это будет дороже? Это намного дороже, причем принципиально дороже, до тысячи долларов в один конец. Итого, ты какую авиакомпанию выбил? В итоге мне очень сильно с логистикой помогли друзья, с компьютером я не очень дружу, но люди, которые умеют в компьютере находить все логистические линейки, без труда этого всего найдут, в том числе и стыковочные рейсы. Прямой рейс стоит чуть подороже, вернее, прямой рейс стоит чуть подороже, стыковочный, безусловно, дешевле. Преимущество того и другого сейчас тоже могу рассказать, тем более ощутил на собственной шкуре, скажем так, проблемы стыковочных рейсов. Летел через Лондон, до Лондона 4 часа и после Лондона, по-моему, еще 6,5 часов лететь. Куда именно, в какой аэропорт? Нью-Йорк, JFK, то есть Кеннеди. Стыковочный рейс, чем плохо, то есть он более длинный, более утомительный. И одна проблема, когда будете упаковывать багаж в нашем аэропорту или где-то промежуточном, обязательно сто раз спросите точно этот рейс, убедите, что у вас все лейблы, да, все наклеены, потому что получить его в пункте назначения, ну, не всегда вы его сможете увидеть. Я стал жертвой вот этой ситуации. Все-таки багаж тут у тебя подрезали. Подрезали, причем как туда, так и обратно подрезали. Так получилось, вот, поэтому туда я остался, извините, ну, без всего. Только Visa Gold, если бы программа экипаж тебя не сномвила, можно сказать, вообще вы голым оказались. Да, точно, то есть у меня даже не было, а, вернее, у меня была зубная щетка, но зубная паста и все остальное осталось в багаже, потому что все это приходится сдавать. Потому что все эти стыковочные рейсы, у них есть ограничения по жидкости, которые можно перевозить. 100 миллилитров. Да, 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 поэтому... Потеряли-то наши или англичане? Англичане, то есть логистика в Хитроу, то есть та знаменитая логистика, которой они так сильно гордились, она на самом деле постоянно дает сбои. Ну, в общем-то, жертвой вот этого сбоя стал и я. То есть где-то, куда-то он улетел в другое абсолютно место, когда я... Хорошо отдохнул без тебя, отлично провел время. Да, 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 да. Потом нашелся? Это тоже целая история. То есть мне, когда я очень грустно стоял, когда фуникулер раздавал в багаж, все уже получили этот крутящийся пустой фуникулер, который меня... Не обрадовал ничем абсолютно. Не обрадовал ничем. На каком-то странном, я не знаю, ёрширском акценте или еще что-то фамилия Козлова была произнесена так, что я ее никогда бы не узнал бы. С приставки чемпиона? Абсолютно, да. То есть там не знают, что... Что с них взять-то? В общем, не знают. У них и руль справа. Козлова не знают. Вот, соответственно, я не сразу понял. Ну... Позвали. Позвали. Нет, не позвали. Это я уже пошел и взялся офицеру тут же. Я же... У меня же папа учил, что есть любой безвыходной ситуации, есть минимум два выхода. Ну вот я вот думаю, какой-то я сейчас выход буду искать. Пошел, сдался какой-то барышня, которая там руководит багажом. Барышня меня направила к другому офицеру, который... Пошел по Англии гулять, по Хитроу. Не-не-не-не-не-не. Это уже в Америке. В Хитроу я погулял там три часа, попил кофе на стыковочном. Три часа разница была на стыковочном рейсе. И летел. Я думал, что все будет хорошо, все нормально. Впереди страна свободы. Ну вот страна свободы встретила маленькой такой проблемой. Поэтому не тушуйтесь. Сразу идите... То есть, во-первых, офицеру сразу, если не нашли свой багаж, объявите, что багажа нет. Покажите ему свой лейбл багажа. То есть, что он, да, сверяет, что его действительно нет. И он вас отправляет в пункт, где занимается розыском багажа. Вот там, без языка, ну, если у вас хотя бы нет начальных навыков, то будет немножко сложновато, если честно. Потому что коммуникация будет сложной. Потому что Анита английский знает. Офицер женщины, которая меня встретила, ну, скажем так, барышня между 50 и 60 лет. Ну, где-то возраст такой вот. Примерно так. Абсолютно с холодным лицом. То есть, вот это вот даже... Я думал, что свобода сразу, вот эта их знаменитая американская улыбка. Здесь как-то мне с дамой не повезло. Это была статуя свобода. Хотя, с другой стороны, наверное, да. С другой стороны, если она будет всем улыбаться, и я думаю, таких вот, которые в очереди стояли с проблемой с багажом, то есть их было много. И я думаю, что бы от ее улыбки к вечеру было бы ей тяжело. У нее болели бы лицевые невы. Вот. И она совершенно таким, абсолютно как холодильник языком, выдает фразу, что, типа, потеряли? Ну, найдем. Я говорю, ну, как же так? У меня там вся жизнь. У меня там щетки, извиняюсь, трусы, носки, все остальное. Типа, ну, никак. Никак. Это ваши проблемы? Я говорю, как мои проблемы? Ну, я же вот заплатил за билет, летел там, да, выбрал вроде бы уважаемую авиакомпанию. Это была как авиакомпания? British Airways. Вот. Поэтому, господа радиослушатели, делайте выводы. Делайте выводы. КЛМ-то похуже будет. Да нет, вот я как-то летал КЛМ. Мне все повезло, все нормально. Причем на дальний рейс летал. И на тот континент, и на южную Америцу летал в ту сторону именно КЛМ. У меня КЛМ как-то битакам припрятал. Ну, это не знаю. У меня гаджетов электронных мало, поэтому, слава богу, я их не терял. Итого, значит, вот эта разборка так или иначе к чему-то привела, багаж ты в тот день не получил. Нет, багаж, она говорит, возможно, прилетит следующим рейсом. Этот следующий рейс, я вам сразу проматываю пленку вперед, скажу, что это случилось через три дня. Это тебя задержало? Это нарушило твои планы? Вот молодец, что упреждаешь меня. То есть сначала, конечно, расстроены, как же я так без вот этого всего поеду. И здесь помогли мои друзья, с которыми я вместе путешествовал. Они говорят, в общем... На трусы мы тебе скинемся. Это первое. Деньги при тебе, мы при тебе, самое главное. Ну, все. Поехали. Поехали, да. А план был какой? Сразу стартовать из Нью-Йорка? Сразу стартовать, да, из Нью-Йорка. Думали, что в Нью-Йорке остаться там на один день, посмотреть Нью-Йорк. То есть вот его все великолепия, хотя... Себя показать? А себя показывать уже нечем? Как минимум, да. Хотя вот тоже выезд из Нью-Йорка, это тоже было отдельное адвенчерство, то есть отдельное приключение. Сейчас мы к нему перейдем. Поэтому... То есть добрался до Америки, остался без вещей, но с друзьями. Да, друзья это самое главное. То есть если вы с друзьями, считаете, что... Все, солнышко светит, все нормально, вы не один, и все что-то решится. Что мне снег, что мне зной, что мне дождь и проливной. Точно, Сережа. Точно, точно. Абсолютно верно. Поэтому друзья мне сказали, что не горюй, все нормально, вот тебе зубная паста, вот тебе на первое время комплект новых носков. Американская улыбка продается в ларьке по 2,50, поэтому сейчас приклеим, поехали. Ничего там не продается, никакая улыбка, да, но на любое приветствие там, hi, how are you? То есть да, и ты все время как русский начинаешь там, типа, привет, как ты? И мы все время как бы на это ловимся. It's fine. Ну, это я уже потом говорил там, да, или какую-нибудь дежурную фразу, вы заготовьте, друзья, заготовьте. I am fine, it could be better, если у вас что-то такое, знаете, ну, вроде вы и расстроены, но фраза такая, могло бы быть и лучше. Возвращаемся за руль. Итого, у вас была задача прилететь, сразу взять машину. Нет, давай к багажу, что оформите сразу все, если вдруг с багажом какая-то проблема, оформите это все и поймите, что вы поняли этого офицера, который вам что-то на чистом английском объясняет. Сразу говорю, что у вас не будет с ними прямой связи по телефону. Они дают информацию только на американский мобильный телефон или стационарный телефон. Никакие международные звонки не делают, и общаться вы будете с ними по информации вашего багажа только через их сайт и только через факс. Вот это сразу для себя, ну, как бы имейте в виду, это очень важно. Потому что информацию о багаже, то есть мы каждый, там, ну, каждые три часа проверяли, и информация на сайте, она действительно появляется достаточно быстро. То есть ваш багаж там в розыске, или ваш багаж ищется, или ваш багаж прилетел, будет таким-то рейсом, то она есть. Но связь живая, и для того, чтобы, как мы, русские, привыкли, да, нам же нужно, вот, чтобы поговорить с остальным, там не с кем. Перевод на новости. У меня в гостях, напомню, Игорь Козлов, тот самый, который пишется в одно слово «Козлов-чемпион», основоположник рэнглер-клуба и обладатель самой элегантной команды поддержки из очень молодых, тщательно отобранных барышень. Девчонки, привет! Да, он, кстати, до сих пор не признается, что это были его собственные девчонки, он думает, что они в чистом поле собрались просто потому, что он Козлов-чемпион, нет ничего подобного. Так вот, Игорь Козлов по заданию редакции отправился в Америку, где ему англичане потеряли багаж, и мы сейчас как раз остановились на той стадии, когда этот багаж был так или иначе обнаружен, но уже в Америке. Итак, да, багаж найден, надеюсь, что ваш полет с такими трудностями, то есть вы этих трудностей не... На «Титанике» не стреляете, да, если вы не на «Титанике» плывете, но тоже как бы озаботитесь о своем багаже. Далее, если вы путешествуете пешком, это один момент, то есть одна логистика, если вы все-таки хотите увидеть Америку как свободную страну, то есть, соответственно, нужна свобода передвижения. Такую свободу передвижения и дает арендованный автомобиль. Вот совет, все-таки, наверное, если вы хотите за сжатое время или если вы располагаете время все-таки больше увидеть, то, конечно, собственная свобода позволяет автомобиль. Автомобиль это степень свободы. Да, поэтому, если вы логистически возвращаетесь в тот же аэропорт, в котором прилетели и улетаете, то тогда там есть несколько сразу компаний, сайты все эти есть информационные. Ты из Москвы искал машину заранее или там? Да, 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 да. То есть вместе там с друзьями мы сразу посмотрели, какой автомобиль нам подходит. Причем автомобили разные, есть новые, есть уже бывшие употребления, у нас достал совсем новый, то есть вот только что из салона. Внимание, вопрос. Документы. Какие права? Нужна ли карточка для покрытия расходов? Вот ты предстал перед американцем, который спросил у тебя что? Excuse me, sir. Ну, в основном, конечно, их интересует... Русские права там как? Русские права. Наша вот пластиковая карточка абсолютно легитимна, совершенно нормально. Опять же, чуть-чуть попозже расскажу о встрече с полицейским. Все как в фильмах, с сиреной, вот он появился ниоткуда, в ночи, с арестом, практически с арестом. Это чуть попозже, не забудь напомнить. Дискотека приехала. Да-да-да, это чуть дальше на хайваях, то есть это отдельно расскажу. Целый случай, было интересно. Ты машину заказал заранее, она тебя ждала? Да, она заранее, заранее проплатили уже из Москвы, так просто удобнее, чтобы... Сто процентов или просто какой-то маленькой... Нет-нет, сто процентов, причем мы знали уже время прилета, время полета обратно, то есть, соответственно, четко была уже фиксирована дата и того и другого. На какой срок и почем? Получилось у нас практически 13 дней. Цена зависит, опять же, от самой компании, хотя они примерно одинаковые. Примерно одинаковые. Советую брать поближе к самому аэропорту, потому что если вы собираетесь еще какое-то делать шоппинг, а он неизбежен в Америке, то действительно хочется купить и то, и это, и это, и это. У вас набирается дополнительный чемодан, который тащить там через весь город, если вы берете компанию где-то дальше, просто крайне неудобно. Поэтому советую и брать в аэропорту, и сдавать потом так же. Твоя как называлась эта компания, вот, рентокаровская? Доллар. Она так называется, в общем, просто доллар. Замечательное название. То есть машина была заказана, машина тебя ждала, предоплата была сделана из Москвы. Ты предстал перед этим клерком, сказал, вот ты тот самый, который заказывал, ты показал ему права. Да, не, показал оплату, то есть права тоже показали, но им в основном как бы нужно показать было, что подтверждение оплаты. Вот это мы, это все они там посмотрели, подтверждение по оплате. Это безналовая была через карту. Кэш нужен при путешествии. Но не в этом случае. Ну, да, в основном вся оплата идет через кредитные карты. Поэтому советую, советую. Без карточки там делать нечего. Ну, если честно, да. Скажи, он у тебя права попросил или это ты сам показал, а он мог бы не спрашивать? Он вполне не спрашивает, самое главное, оформляется страховка на автомобиль. Там она оформляется на определенного водителя, поэтому отвечает водителем. Вы можете меняться, но отвечает все-таки тот старший по машине, на которого потом все штрафы или что-то придут. По штрафам тоже внимательно. Все под камерами, все под наблюдением. Поэтому, скажем так, свобода, она контролируемая. Поэтому будьте любезны, соблюдайте правила движения. И советую вам посмотреть специфику вождения автомобиля по Америке. Опять же, на сайтах и на информационных это все есть. Не думаю, что сейчас это нужно углубляться. Но обязательно спид контроль. Контрол, то есть это ограничение скорости обязательно. В разных штатах он разный. От 45 до 65 миль. Не забывайте, что там не метрическая система измерения. Ихняя, та свободная, американская. У них все мили в час. Расстояние тоже в других единицах. Кстати, температура же тоже сумасшедшая. Там, да, ты едешь на 96. А это в Фаренгейтах. Не забывайте, что это не Цельсий. Но ты ушел от ответа на вопрос. Значит, на 13 суток почем? Наш автомобиль обходился в Nissan Altima. Это примерно как Nissan Maxima. Где-то он, по-моему, обходился 7-6-80 долларов в сутки. То есть умножаем на 13 дней. И в эти 80 долларов входила страховка. Или страховка отдельная. Нет, она входила. То есть она входит в стоимость автомобиля. И они предлагают так называемый изи пасс. То есть, ну это как и для любителей горнолыжного спорта. То есть когда, так называемый ски-пасс. То есть когда ты можешь купить безгранично. То есть где платные дороги, проезжая парапеты, шлагбаума. Где ты должен оплатить въезд-выезд. То есть можно, если ты имеешь так называемый изи пасс. Если ты его сразу покупаешь на неделю. По-моему, он 200 долларов. Но, в общем-то, советую. Если честно, он обходится дороже. Он, конечно, не создает очередей на въезде, на платную дорогу. Удобнее, но дороже, как любой производитель. Да, да, да. То есть, поэтому вот мы платили кэшем. Мы убедились, что это дешевле. Кэшем или карточкой? Можно и так, и так. Но мы платили везде кэшем, потому что картой есть тоже пункты, где можно заплатить карту. Но там очередь все время выстраивается более долго. Потому что пока карту ввести, пока ее обработать, пока ввести код. Поэтому кэшем, причем дороги совершенно разного стоимости. То есть от одного доллара до 20 долларов. Может, это зависит от протяженности и назначения самой дороги. С одной стороны, они не утомляют. Их не так много, как, допустим, во Франции. То есть, который вот, ну, просто вот приезжаешь от одной дороги к дороге, платишь, 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 платишь. Я думаю, что для путешествующих по Европе это знакомо. То есть здесь это, если честно, не напрягает. Да, понятно, ой, там, подъезжаешь, типа, опять платить. Но это не такие бешеные цены и совершенно как бы демократичные все. То есть, но, сразу говорю, что при путешествии в машине должна быть кэш, ну, должен быть для заправки, для заправок, для оплаты кэшем платных дорог. Ну, и какая-то мелочевка, которая там понадобится в качестве, там, платных туалетов. И купюры тоже какие-то мелкие? Сдачу дают? Они, у них очень, кстати, развита мелкая купюра, то есть 1, 2, 5 долларов у них самая распространенная купюра. Они, кстати, очень не любят крупные купюры, 100-долларовые, там, да, которые очень привычные нам. Да, у нас все-таки жизнь подороже и страна пошикарнее. Да, они, да, конечно, они примут, то есть ее посмотрят, все, но у них в основном разменные монеты, очень много у них маленьких, то есть... Железок. Да, железок. И в них сначала, естественно, теряешься, потому что, допустим, размер 10 центов, монетка такая у них, очень тоже популярна, она меньше размером, чем 1 цент. Поэтому иногда теряешься, думаешь, 1 ты цент дал или 10 центов, поэтому внимательно обязательно сначала разберитесь в размерах денежных купюр металлических, потому что размер не соответствует ее номиналу. Ну, то есть... Мускалик, Ля, ты кинул цент, чувствует себя уже как на 10. Да, 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 поэтому... А скажи мне, пока не ушли далеко от темы, вот когда вы выбирали себе машину, вы исходили из чего? Почему, например, вы взяли у них что-нибудь классическое американское, а японца, и вот эти 80 долларов, это в соотношении с другими предложениями, это было насколько выгоднее или менее выгодно? Это больше, наверное, все-таки была прерогатива друзей моих, они выбирали, я как автомобильный инженер вне идеологии, хотя, конечно, больше люблю определенные автомобили, но здесь я выбор автомобиля отдал на откуп семье. То есть почему-то они взяли Ниссан, и трудно сказать, насколько было бы дешевле, если бы взяли другую машину или дороже. Не, можно было бы взять дешевле, то есть примерно, скажем так, цена от 30, от 35 долларов, ну это совсем так, микролитражки, совсем вот такие вот там малюсенькие. Микролитражка по американским размерам, это чего? Ну это вот, это букашка, наверное, какая-то такая. Ну какая кто, Chevrolet Spark? Ну, нет, Spark'ов нет вообще, то есть минимум, что я видел, микробы, так называемые, это Ниссан Микро, да, они вот распространенные. Но если, еще говорю, что если вы путешествуете один, имеет место жить, если вы уже путешествуете втроем, вы просто физически туда, ну, тяжело. Тем более, я говорю, если у вас будет шопинг и будут дополнительные чемоданы, то все, забудьте про этот автомобиль, он просто вы туда физически, он, к сожалению, не резиновый. Он очень, он очень стрельючий, он пуляет хорошо, то есть у него хорошие движки, он легкий, он экономичный, но вот сразу говорю, для движения на длинное расстояние не совсем комфортно. Поэтому, ну, японцы, да, они тоже, японцы и кореецы их тоже выжимают, я тоже так думал, вот, наконец-то я попал, скажем так, в ту страну, в свободу, где только пропагандируется свой собственный какой-то автопром. Ну, это не тут-то было. Все, то есть они, их подкосило, и Азия их выжимает по полной программе. Поэтому на дорогах, особенно в Нью-Йорке, я вообще был сначала сильно удивлен, когда туда уже вглубь страны увидели, ну, наконец-то, да, страна пикапов. Вот они, да, вот эти огромные, вот эти вот маленькие грузовички, которые, вот, управляют которыми вот такие микроскопические девушки до вот совершенно огромного размера, там, таких вот парней. Ну, которым это даже к лицу. Да, к ним, это брутальность, да. И этих пикапов там оказалось много. Огромное количество, то есть это основной их автопарк, то есть передвижение по всем дорогам, что позволяет, дороги шикарные. Чем дальше от Нью-Йорка, тем больше пикапов. Тем больше пикапов, совершенно правильно. А Нью-Йорк, в силу того, что проблемы всего мегаполиса, некуда не перепарковаться, вся проблема, там правят бал уже корейцы, японцы, причем вот эти маленькие микробы. Ну, а после того, как Нью-Йоркское знаменитое желтое такси теперь уже даже не Чекер, а Ниссан, причем Ниссан такой, сделанный из коробки для обуви, для перевозки покойников. Именно так, поэтому первое впечатление о Нью-Йорке у меня было, а куда я попал? Город Космополит. Ну, вот, нет, я подумал, что я опять попал, ну да, вот эти билдинги, которые по всему миру, да, понятно, что это Манхэттен, все, вот он знаменитый, с чего, наверное, начинался, мода на эти высотные здания, билдинги, ну, они во всем мире, что-то вот... В каждом билдинге холдинг? Да, 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 это вот все, ну, меня это уже давно уже не впечатляет никак, и это, ну, ну, да, перемещаешься в другой какой-то мегаполис, здесь то же самое, ну, только чуть-чуть стекла побольше, а может быть он вытянут не вертикально, а наискосок, ну, то есть это уже архитектурные изыски. Ну, собственно, о Нью-Йорке-то говорить даже и не приходится. Через сколько дней вы удрали из Нью-Йорка? На следующий день, и правильно сделали. То есть вы не стали ждать чемодан? Не стали ждать, слава богу, что друзья, говорю, вот, опять же, я очень богатый человек тем, что вот со мной были близкие люди, которые меня морально поддержали, не горюй, он нас догонит. Тем более у нас были, опять же, друзья в Америке, которые нам помогли, потому что мы на их адрес дали стационарный телефон, и дальше уже дали на откуп все-таки служб аэропорта, который этим всем рулил. То есть если дать фиксированный телефон в Америке и адрес куда... Это еще чемодан... Да, но что странно, нигде никакой росписи я за получение этого чемодана так и не оставлял. То есть вот... Получил или нет, никто не знает. Получил или нет, никто не знает. Поэтому, да, перерыв на новости. Козлов-чемпион по имени Игорь, путешествуя по Америке, наконец-то на Ниссане Altima по 80 долларов в день, вырвался из Нью-Йорка с друзьями на оперативный простор. Выбирались тоже из Нью-Йорка достаточно знаменитый Бруклинский мост. Вот он, да, красавец стоит, вот, наконец-то, да, вот это то, что на картинках, то, что вот в фильмах постоянно. Вот он, Бруклинский мост. Ну, как на него попасть? Миллион, миллион, миллион улочек, ответвлений. В общем, мы попали в знаменитый Бруклин. Причем Бруклин, там же тоже целые, целые вот райончики, райончики. Причем там китайский, там русский, еще какой-то. То есть вот он тоже раздроблен. Нам так повезло, что мы, ну, повезло, наверное, легко было сказано, но впечатления от этого действительно остались яркие. Мы попали в афроамериканский. Просьба никогда не, кстати, вот тоже по этому моменту, если вы будете в Америке, не произносите негр. То есть, извините, это очень неграмотно и это будет сразу для них сильное оскорбление. Поэтому, если вам как-то придется по цвету кожи определять, там, вашего, ну, о ком идет речь. Слух придется определять, промолчите. Да, слух об этом говорит, скажите, просто афроамериканец. Ну, ты помнишь, наверное, о том, что... Это будет политкорректно. Американцы, для того, чтобы не оскорблять негров, они даже в астрономии ввели термин вместо черной дыры афроотверстие. Да, 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 да. Причем они не так сильно обижаются на слово black, ну, черный. А вот, если вы его называете негром, эту расу, то есть, это расценивано как оскорбление. Ну, это то же самое, что у нас, например, депутату сказать дурак, он тоже обижается. Ну, это, ну, я не знаю, это прописано у нас юридически. У них это юридически прописано, и они сразу... Что негр, он не негр. Да, он афроамериканец. Вот, поэтому внимательно и с законом вообще очень аккуратно. И даже если будете знакомиться с красивыми девицами, тоже заранее предупреждаю, что она скажет, что вот, извините, ко мне нагло пристают. И это, в некоторых штатах это вообще до маразма. Вас просто могут посадить за решетку. Если она посчитает, что ее вдруг, ваши замечательные улыбки, что вы к ней просто идете, как мужчина, сделаете комплимент, она скажет, что вы к ней просто домогались. И будут проблемы с законом. Просто, парни, честное слово, предупреждаю. Уходите. Аккуратно, да. Я понимаю, красиво, замечательно, но лучше отведите взгляд в сторону и уйдите. Совет. Самоварчик-то свой прихватите, пригодится. Однозначно. Со своим самоваром вообще очень советую путешествовать. Во-первых, это всегда здорово, это вы вместе в приключениях, это запомнится вам обоим. Вечером вы всегда вместе это обсуждаете, поэтому я по-хорошему был рад за своих друзей, которые, это семейная пара, которые действительно вот видели и все эти приключения переживаются вместе. И поэтому эмоции до сих пор. Кстати, ребят, привет вам огромный, если меня слышите. Вот, я думаю, что эмоционально мы сейчас перекликается это все. А путешествовать обязательно парами. Очень советую. Действительно, это приятно. Маршрут заранее составляли? Нет. Такого не было. И опять же, по причине свободы, да, захотелось поехать туда, налево, направо. И решение родилось прямо вот из выезда из Нью-Йорка, все-таки на Бруклинский мост. Мы через... Три часа выехали? Ну, практически через три часа выехали. Мы там пятый или шестой раз проехали по одному и тому же кварталу, где уже парни определенный раз вышли там, да, и уже понимали, что мы тут... Ну, в общем, посмотрели в нашу сторону несколько раз очень недобро. Поэтому, наверное, это и помогло нам найти в итоге там в какой-то цатый раз тот путь, на котором мы все-таки... Соображать стали быстрее? Да, соображать стали быстрее и все-таки нашли. Вот он, Бруклинский мост, все, свобода, помчались дальше. Где-то справа вдалеке остался, конечно, Манхэттен знаменитый, остров со статуей свободной. Я ей тоже помахал рукой и сказал, что в следующий раз приеду, посмотрю. Если хотите посмотреть Нью-Йорк, закладывайте это на это два-три дня. То есть, ну, и там есть что посмотреть. Красивый, действительно, один из красивейших городов в мире. Но вот как-то я, наверное, уже насытился этими мегаполисами за свою гоночную и экспедиционную карьеру. Поэтому мне хотелось именно почувствовать страну изнутри. Где-то подальше, там, где вот... И куда вы это подальше полетели? И помчались сначала на север страны. Знаменитый город Атлантик-Сити захотелось побывать на побережье Атлантик. Курортный город для любителей казино, азартных игр. Вообще раздолье сплошные, вот целое побережье вот этого всего, пожалуйста, целой индустрии. Для любителей пляжного отдыха целое раздолье, то есть, шикарные чистые пляжи. Хороший, теплый океан. Это был рекламный ролик Атлантик-Сити. Да, да, да. И знаменитый вечерний деревянный променад, который, по-моему, в длину 7 километров. Ну, это тоже исторично, вернее, это их достопримечательность, который, по-моему, уже порядка 150 лет. Вот этот знаменитый деревянный променад, который они... Причем он под открытым небом. Теперь о главном. Где ночевали и почем бензин? Ночевать тоже очень все демократично. Есть все по пути, по пути исследования. Заранее или экстромт? Нет, вот советую, кстати, заранее этого не делать. Это можно через booking-систем. Все можно сделать заранее, если вы просчитали полностью ваш маршрут. Но тогда вы привязаны, скажем так, четко к своему маршруту. А если говорить откровенно, очень хочется его часто менять и отклоняться от него. И делать вот так. Сюда заехать, сюда заехать. Мы путешествуем по принципу, как чемпион. Азимут дали, вот направление есть, вот по тому направлению и передвигаемся. И опять же, старались двигаться не по хайвеям. Ну, хайвей, конечно, позволяет проглатывать мили гораздо быстрее. Но, честно, это неинтересно и скучно. Вот действительно скучно. При движении по дорогам, друзья, сразу предупреждаю, что у них есть информационные знаки ограничения скорости. Там написано speed limit. Примерно он варьирует на хайвеях от 45 до 65. Причем верхнее ограничение 65. Это в определенных штатах. Максимум, тот, на который вы можете все-таки себе позволить его нарушать, это плюс 10 миль в час. Все. Дальше уже у вас контрольные все эти камеры, которые вы не видите и не знаете, где они. Они будут вас ловить и штрафовать. Причем вас никто не будет останавливать. Ну, за исключением, если вы уже совсем летите с космической скоростью, безусловно, патрули сразу моментально возникает из ниоткуда, вас остановят и оштрафуют там на месте. Либо, если вы уж совсем там спиди-гонщик. И ты нарвался на такой патрули? Я не по скорости нарвался. Я хоть и чемпион, люблю скорость, но по дорогам общего пользования я очень люблю и уважаю всех драйверов, которые вокруг меня. А свои гоночные амбиции я реализовываю на трассах. Поэтому однозначно. А за что же тебе тогда полиция-то? Был вечер. Мы искали уже, знаешь, все очень так, очень все прозаично. Вечер, смеркалось, усталость, очень хотелось спать. Видим отель, а пушка, отель, а как на нее добраться? Дороги нет. Ну, естественно, знаешь, начинаешь нарезать круги. Вот такое вот вступление, друзья. Но, тем не менее, обязательно смотрите, очень много информации, но иногда съезды к отелям, там реклам много, да, вот отель-то такой-то, цена такая-то, там съезд там-то, там-то, там-то. Но если вы прозевали этот съезд, то потом его, может быть, сложно найти. Вот он, этот отель, вот его видно. Ну, как к нему вот теперь пробраться? Я-то опять же по-российски. Давай повозьму-то, по траве, вот туда, и вот он. Вот он, его видно. Уже очень хочется... Ну, спать уже совсем хочется. Не, очень хочется забраться в джакузи, очень хочется покушать что-нибудь. Кстати, с едой тоже отдельно расскажу, это... Не успеешь. Жаль, жаль. Для любителей поесть сомнительное путешествие будет, поэтому сразу говорю, что у них нет явно выраженной своей еды, поэтому, господа, ну, для любителей морепродуктов только там, где есть выход в море, в океан, то есть более-менее там можно покушать что-то такое экзотичное. Для любителей мяса только стейки, стейкхаусы ищите. Ну, а все остальное, это вот этот ужас, который все время... Комбикорм. Вот это вот так и называется, комбикорм, особенно по утрам. В итоге полиция. В итоге, а, да, ну и остановился, но я уже не знаю, опять третий раз, третий заход на... На бомбежку, все никак. На одну и тоже на бомбежку, да, и останавливаемся. Короткое совещание с друзьями. Я говорю, давайте вот сейчас развернемся по газону, по траве и пойдем в другом направлении. Ну, на что? Нет, нельзя, давай не будем по траве. Ну, мои друзья были правы. Нельзя по газонам. Так, тогда, говорит, давай по хайвею назад. Я говорю, господа, так это же самые грубейшие... Вы что? Я был... Моя смена была рулить. Ну, соответственно, ладно. Поддался... На агитацию пропаганду? Да, 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 да. Включая аварийку. Ну, и потихонечку, ну, съезд с хайвея, потихонечку сдаю назад. Вот откуда он взялся этот, вот, как ты говоришь, диджей с дискотейкой? Откуда он появился со своими яркими огнями? Вот я не знаю. Как в космосе. Они всегда так материализуются. Вот раз и материализовался. Сзади, спереди, сбоку? Сзади. Чик. Стоит. Пик. И здесь вот, господа, как все вот в фильмах, которые показывают... Руки на руль. Вот, 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 вот. Поэтому, значит, у них есть действительно правило. Сразу шутки шутками. А у них есть правило. Если вас остановили, выхода из машины не должно быть. Ведите себя спокойно. То есть для того, чтобы понять, что и за что. То есть он все тогда объяснит. Сидите на своем водительском кресле. То есть оставайтесь в машине. Да, руки желательно. Они сразу реагируют, если рук нету. То есть, соответственно, если что-то... Положите руки спокойно на руль. И ждите, что его действие, что он от вас будет спрашивать. Конечно, если у вас есть английская коммуникация. Если вы все-таки понимаете, что что-то от вас требует, вам будет проще. Если не понимаете, тоже не... Улыбайтесь и молчите. Улыбайтесь, улыбайтесь, да. И здесь вот классическое, да. То есть грозный офицер со всеми этими бряцаньями. Наручники, рации. Причем их там, наверное, у него было в жилете штук пять разных. Два пестика. Красавец мужчина. Наручники. Но офицеры действительно все подтянуты, красиво. Вот что дать должно. Форму и наличие формы и уважение к форме вот там налицо. Все-таки полицейский там. Уважаемая профессия, уважаемый человек. И очень и образованный, корректный. И человек, который действительно готов вам... Если вы понимаете, что вы не негодяй, что вы не нарушаете специально, он вам всегда поможет. Он разберется в этом ситуации и поможет. В общем, так получилось и с нами. Что он понял, что мы это не троицы негодяев, которые тут непонятно что хотят. Спокойно, нормально, я ему корректно объяснил, что я действительно заблудился. Вот он отель, в котором я хочу отдохнуть, остановиться. Он спросил, есть ли в экипаже местные, на что мы как бы не поняв его английский, сказали. Да, 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 мы все местные. То есть не торопитесь говорить слово я, yes, yes. ОБХС, да, ОБХС. То есть это может быть информацией совершенно другого тока. Поэтому, если не поняли, ну, там, офицер, еще раз, для нас непонятно. Если поняли, то... Хотя, конечно, вот это давление, что все, сейчас, в кутузку. У меня, еще говорю, что у меня было то же самое. Трепет. Ну, нет, абсолютно. Но это же первый раз со мной, и все вот эта дискотека со всеми этими офицерами, с пестиками. Ну, реально давит, давит. Не-не-не, это было, был адреналин у меня был тогда, достаточно. И вся моя усталость, кстати, был такой достаточно длинный перегон. Бодрит? Он, он вроде бы небольшой, 700. 700, но не 700-то не... Миль. Не километров, а миль, это больше, там, тысячи километров получается. Поэтому, ну, так, достаточно. И что, и как события дальше развивались? Дальше развивались события. Он понял, что три каких-то вот туриста... Самозванца. Да, самозванца, которые что-то хотят. Он сам не понял, половину, что мы хотим, потому что... Ну, не Клайд-Инглиш. Нет, совсем, совсем. Взял мои права, взял паспорт, ушел в свой автомобиль. Меня полностью, скажем так, сканировал, что я попал сюда официально, легально. Документы все у меня нормально, пришел, сказал, что... Все мне отдал, и на что я сказал, что у меня теперь будут... Офицеры, у меня будут теперь проблемы. У меня теперь вот все, сейчас у меня... И я в конце, когда буду улетать в последний день нашего путешествия, у меня будет трабл. Ну, что он сказал? А почему у вас должен быть трабл? Вы что-то натворили, что у вас должен быть трабл? То есть он так сразу подводит. Вы что? Все-таки не все вы сказали. Признайся, гад. Признайся, да, гад. Вот. Тем не менее, но об этом я расскажу буквально после рекламы. Оставшие новостей. Козлов-чемпион впечатления о путешествии по Америке. Так вот, полицейский к вам подъехал. Понял, что вы все-таки не негодяи. И до отеля-то как добраться до мотеля? В итоге он сам официально разрешает движение задним ходом по хайвэю. Говорит, я вам разрешаю. Только сначала добейтесь того, чтобы я из-под вашей попы уехал. Чтобы вы меня не задавили ничем. Да, да, я вижу. Дайте мне уехать. Мне, говорит, офицеру. Я уеду. И вы начинаете движение. Включаете аварийку. Я вам разрешаю официально сдать назад до того перекрестка, где вам нужно сделать развилку. Он показал, где нужно свернуть. На руках или на карте? Нет, он показал на своем чистом, вернее, американском языке. Сказал, вот поверните туда-сюда. Я вам, вернее, разрешаю официально сдать назад на скоростном участке. Туда доезжайте до светофора. Там, говорит, как-то аккуратно развернитесь. Я уж не буду за вами как бы наблюдать, как вы это сделаете. Он говорит, я думаю, что вы корректный водитель, как-то это сделаете. Ну, я все-таки чемпион, да. Но как-то это все-таки получилось. В итоге, да, дорогу нашли. Вечер был не испорчен. Поплавали в бассейне, покушали, вернее, съели. Заправились. Заправились сами. Ну, и все, переночевали. Но это было действительно интересное приключение. Это был мотель? Это был, нет, не мотель, это был отель. А мотели? Мотели их очень много. По цене? По цене примерно 60 долларов за целый номер. Но номер рассчитан на целую семью. То есть там две большие кровати. То есть по два человека. Поэтому если, скажем так, даже если вы путешествуете двумя парами, то выгодно брать один номер, скажем так, на двоих. Если у вас там, может быть, вечером не будет секс-лайфа или там не намещается, то очень демократично. То есть получается две огромные кровати, то есть семейные. И получается, если на две семьи, то, ну, смешно. По 30 долларов на семью и по 15 долларов на человека. Цена унифицирована или тут 60, там 70? Нет, в зависимости. Примерно, скажем так, диапазон цен от 50 до 80-90 за такой номер. Свободные места есть всегда? Да, свободные номера. Но ближе к вечеру они моментально заполняются. Поэтому можно иногда и помучиться в поиске. Иногда и помучиться можно в поиске. Либо уже приходится выбирать более дорогие, которые более фешенебельные. Поэтому на вкус и цвет. И чем ближе к городу, тем дороже. Чем дальше от города, то есть на подступах, если вы уже понимаете, что вы подъезжаете в тот город, в котором вы собираетесь остановиться, лучше это делать, скажем так, вот на подступах. Либо тогда еще совет проехать город, пересечь его. И уже на выходе из города найти тот мотель, который вам понадобится. Номера все чистенькие, хорошие. Но у нас был случай, когда моим друзьям достался... У меня было все замечательно. Хороший с кондиционированием номер. Они жили в соседнем номере. И им не повезло. То есть у них почему-то номер оказался, извините, с клопами. Хотя ничего не предвещало никакой беды. И совершенно чистенький номер. Все очень культурно, красиво, ничего не обшарпано. Но вот такая беда была. К сожалению, к огромному. Поэтому, да, укусов, причем не пару. Ребята, то есть вот атаки вот этих вот негодяев, они подверглись. А ведь мы-то, кажется, уже отвыкли от клопов. Ну, для меня это было на самом деле шоком. Думаю, как это так? Неужели, неужели это существует? Тем не менее, вот было так. Хотя, опять же, мотель сам, вот он... Не производил впечатление клоповника. Нормальный, хороший. У него еще и название такое было. Знаешь, ночные рыцари. Ух, вот они как-то будут идут. Да, на этот книг. То есть такое название-то было такое. Ух, романтичное. С ценой на бензин запрашивали. Ну, кстати, наверное, это и были те рыцари ночные, которые их посетили. Цены примерно такие же, как у нас. Доллар-литр. У них галлоны. То есть по 4,5 литра сразу. Ну, то есть нет, у них цена стоит в галлонах, там, да. Но если переводить на литр, как нам удобнее, там, примерно 90-доллар за литр. Примерно такие же цены. И повсеместно, и без проблем. Везде, да. Да, поэтому, опять же, советую иметь при себе карту кредитную, да, чтобы для них это привычнее рассчитываться ей. Либо кэш. Автоматизировано или всегда через человека? И такие, и такие. То есть есть там полностью робот подъехал, ставил карточку, залился, поехал. Есть такие, есть, опять же, привычные нам помогают заправщики делать, как бы заправляют вам. Ну, обязательно тоже не забудьте все-таки что-то им дать. Они чаевые принимают с удовольствием, поэтому, как бы, все то же самое, как и у нас. Скажи, а в знаменитых американских аптеках завтракал? Нет, в аптеках не завтракал. Вот, кстати, по аптекам у них тоже были у нас случаи в нашем путешествии, когда были проблемы с желудком, да, там, у моих друзей. Поэтому, ну, там мои друзья хорошо ориентируются в ихней продукции. Поэтому я совершенно ничего не понимаю в медицине, то есть в лекарствах. Мне бы, наверное, было бы сложно. Хотя я думаю, что если, опять же, есть коммуникация, они подберут то лекарство, которое необходимо. Но у них очень много лекарств по рецепту. Поэтому здесь вот людям, которые страдают какими-то специфичными заболеваниями, здесь озаботьтесь заранее. Но здесь еще проблемы, как бы, опять же, перелета и таможни. То есть когда вас могут встретить и сказать, что это за лекарства, которые вывозят. Расскажите-ка, покажите-ка. Да, 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 поэтому... Слушай, как сориентироваться в Америке? Что для этого нужно? Навигатор, карта, язык до Киева? Ну, я по старинке язык до Киева. То есть я привык там, да, во всех своих экспедициях. Мне Азимон показывает, я должен туда добраться. Хотя, конечно, мои друзья, мне очень сильно повезло, все эти современные гаджеты, они ими хорошо обладают. И вся информация сейчас в интернете. Поэтому, если вы имеете планшеты, очень вам советую взять их с собой. Особенно там, скажем так, адаптированная к их свободе, к их Америце, это айпады. То есть это вообще система, которая... Вот вам информацию, она даст все и по направлениям, и по дорогам, и по пробкам, и по туристическим каким-то направлениям, которые вы хотите выбрать или еще что-то. Вся информация вот в этой маленькой электронной коробочке. Все есть. Ну, если вы пользуетесь не планшетами, а маленькими, вернее, обычными мобильными телефонами со всеми функциями сейчас выхода в интернет, там Wi-Fi, тоже все, пожалуйста, есть. Но все-таки, если вы ограничены в языке, позаботьтесь об этом заранее. И советую, навигатор, навигатор с американскими дорогами, ну, на русском языке, если вам так будет удобнее, комфортнее, а забудьтесь об этом заранее лучше здесь у нас в Москве. Ну, то есть не в Москве, извините, а в России. А для того, чтобы сработала вся эта электроника, сим-карту нужно покупать местную? Да, с этим проблема. Кстати, вы не сможете купить мобильный телефон на свой... То есть они продают сим-карту только резидентам страны. Вы не сможете с иностранным паспортом купить там телефон. Но мы же русские, мы же, знаешь, как у нас же законы в виде столба, которые нельзя перепрыгнуть, но можно обойти. И мы же всегда найдем какой-то выход. Так и есть. Поэтому, если вы идете в официальную, я не помню, как это у нас... В ларек по продаже сим-карты? Нет, 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 не ларек, а у них, по-моему, тоже два или три ведущих оператора в телефонах. Если вы идете к одному из них, который, скажем так, владеет всеми правами на коммуникацию, то вот опять же с нашим молоткастым серпастом вы там не купите ничего, не скажут, извините, только резидентам страны. Вы можете либо попросить вашего американского друга, если таково есть, то есть купить это не проблема, он тогда как бы вручает вам эту сим-карту. Либо по-другому, просто таких же ларьков по продаже телефонов, их там много. Поэтому всякие тарифы, которые продаются вместе с телефоном, то есть сим-карту вы просто не купите, но сим-карту с телефоном, в которой как бы включены уже какой-то тариф, вы можете купить спокойно. В этом же самом магазине? Нет, в этом же нет. У негра, которого нельзя назвать негром? Совершенно правильно. То есть вы ищете эту говорящую обезьянку и берете у нее то, что нужно? Обычно, да, то есть там рекламы-то полно, продается такой-то тариф, а, вернее, телефон там, допустим, Motorola 30-й, там, за копейки, ну, примерно 100 долларов придется потратить, но вы сразу купите и телефон, и сим-карту, и там еще будет достаточно много средств, которые вам позволят, ну, общаться. Ну, все понятно, дальше технически переставил поездку. Да, да, если вы уже имеете связь телефонную, вы всю имеете информацию на ваш планшет или на ваш телефон, который вам необходим. Поэтому, даже если вы не можете найти Wi-Fi, совет такой, подъедьте к какому-то отелю. Спросите. Не, подъедьте даже, ну, зайдите в фойе или встаньте рядом, Wi-Fi уже действует, как бы, да, в зоне действия этого отеля, вы просто можете хотя бы Google Map войти, да, скачать близлежащий район, по которому вы можете спокойно передвигаться, если вы это не озаботились о карте заранее, там, Москве, или у вас есть нет навигатора. Просто вы закачиваете через... Ну, да, пришел и все получил. Через Wi-Fi закачиваете количество карт, которые необходимы, и по ним едете. Такая атмосфера на американских дорогах. Очень дружелюбная, они бесконечно, как мы, не гудят, не свистят, очень корректно пропускают, то есть заранее. В городе, на трассе? И на трассе в городе, то есть нормально. А вот перестроение, вот знаменитый американский поток, когда все двигаются... Не любят, вот это вот, да, не любят, что если вы втискиваетесь, но если уже вы действительно покажите, что, ну, так получилось, они пропустят. Тут нет такого бычки, как вот у нас на дорогах, да, вот, вот, все непременно он будет ехать и мешать вам зайти. А очень аккуратно с большими траками, вот они мчатся, это их гордость американская, да, вот эта свобода, то есть у них все грузы, очень большие, грузопоток идет с их большими вот этими траками. Причем, это отдельная гордость, это отдельно можно рассказывать, целая передача этому посвятить, потому что это безумно красивые автомобили. Но они очень, пометьте, они массивные, маневры перед ними, ну, сто раз подумайте, они несутся как, в общем-то... Как паровоз. Как паровоз, так и есть. Паровоз только на... не на рельсах, а на дороге. Поэтому уважайте этого водителя, он идет, у него своя цель там достигнуть, это тоже поглотить лимиль, как их называют, его задача там, да, безопасно доехать до его точки назначения, до его чекпоинта. То есть не лезть к нему под колеса? Не надо, не надо. Но тормозить он все равно будет? Он, естественно, затормозит, но пометьте, вот этот знаменитый вау, гудок его там, да, вам под вашу корму, вам, ну, мало не покажется, честно говоря. А дистанцию они держат такую, чтобы между ними мог кто-то втиснуться, или как наши, прутся стадом, чтобы никто не влез? Нет, нет, дистанция, они все, да, для того, чтобы кто-то мог заехать, вернее, зайти в поток, там, где сужение дорог, все информация есть, безопасное сужение. Мешать никто не будет, и все примут всегда... Нет, нормально, абсолютно корректные водители, никаких вот сложностей, или там какая-то вот, чтобы была, хоть какая-то одна, извините за выражение, бычка на дороге, не было ни разу. Сколько городов, сколько миль за 13 дней? Ну, у нас на передвижение, то есть просто так сложилось путешествие, что мы неделю должны были быть в определенном городе, то есть это Балтимор, то есть там конвенция была. И неделю мы посвятили вот движению, да, по Америке, поэтому пересекли ее с севера на юг, съездили к знаменитой Ниагаре, тоже отдельное впечатление, очень красиво, очень советую. Если там много индейских резерваций, друзья, если вы любители, я, например, с детства мечтал об индейцах, и когда были наши... Да, 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 да. Посмотрел? Наши игры в солдатиков, вернее, в индейцев, в ковбойцев, я все время был в настроении индейцев, очень хотелось, очень хотелось все это увидеть по-настоящему. Увидел. Это полное разочарование, поэтому если не хотите разочаровываться, не надо, индейцы настоящие где-то там в центре, ближе туда к югу, к Техасу, вот там, туда, где туристические все эти тропы, где хотя вроде пересечения с Канадой, то есть там как раз канадская страна, ну, все синтетическое. Я, может быть, моим друзьям их индейское шоу понравилось, мне совершенно, то есть совершенно я другого ожидал, это примерно, если вспомнить наши утренники новогодние, когда мы сами дети наряжались таких, вот вроде бы это индейцы должны выглядеть так. Ну, вот, вот, поэтому впечатлений много, масса, они разноречтивые, но соглашусь, что на вкус и цвет товарищей нет, кому-то повезет лучше.